Роль региональных СМИ в формировании и реализации государственной национальной политики. Такой теме был посвящен очередной круглый стол, который состоялся в стенах медиа-центра Межнацинфо. В нем приняли участие руководители средств массовой информации, работающих на территории Подмосковья. Подробности далее в сюжете. Для участия в круглом столе выбрали именно подмосковных журналистов. И это не случайно, ведь в столичном регионе проживает более 140 народов. И тема межнациональных отношений более чем актуальна для СМИ Московской области. Судя по выступлениям руководителей информационных агентств, телеканалов и печатных изданий, в этом направлении они ведут активную работу. А чтобы выработать общую концепцию, в России создадут отдельный союз журналистов, которые будут заниматься освещением межнациональных вопросов. Президент страны Владимир Владимирович Путин очень большое внимание уделяет межнациональному вопросу. Он регулярно проводит совет по межнациональному вопросу. Вот последний совет Бельёж Королев. Мы дали много-много предложений. Он ещё раз дал нам возможность подумать, что ещё мы можем делать по межнациональному стратегии. По мнению участников круглого стола, для гармонизации межнациональных отношений в современном мире не хватает прямого, живого диалога между людьми. Зачастую общественное мнение складывается из прочитанных сообщений в соцсетях. Заместитель руководителя главного управления по информационной политике Московской области Елена Чернова предложила обратить особое внимание на данный интернет-ресурс. В газете или в официальном каком-то средстве массовой информации сложно выступить с какой-то такой экстремистской статьёй или с провокацией какой-то. А вот в социальных сетях, да, мы это всё отслеживаем, видим и смотрим, реагируем мгновенно. Ряд предложений поступил и от представителей СМИ. Например, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева считает необходимым возродить традицию чтения газет. По её мнению, именно этот вид печатного издания, цитирую, единственный транслятор культурных и смысловых ценностей. А наладить добрососедские отношения между народами можно с помощью интересных творческих проектов. Оренбургская газета вела эту работу. Они писали о башмачнике, там, я не знаю, армянской национальности, о враче, азербайджанце, а там еврейском каком-то преподавателе музыкальной школы. Как о людях писали, об их семьях писали. И когда мы покажем изнутри, что это человек с ценностями, что в семье у него много детей, что он много полезного делает и так далее, то тогда, наверное, как-то что-то формируется другое отношение. Журналистам столичного региона тоже есть чем гордиться. Руководители различных СМИ рассказали о своих интернациональных и патриотических проектах. Генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева продемонстрировала своим коллегам авторский фильм об успешной практике взаимодействия СМИ с органами власти и общественностью в сфере межнациональных отношений. В честь 70-летия Великой Победы над фашизмом сотрудниками ЛРТ был создан социальный ролик «Интернациональное спасибо за победу», который был показан в эфире федерального телеканала «Вместе РФ». Имея богатый опыт как в сфере журналистики, так и в работе, направленной на миграционную политику, Екатерина Дегтярева внесла ряд предложений. В частности, она считает необходимым периодически проводить на территории Подмосковья обучающие семинары, прежде всего для руководителей СМИ. Когда руководители СМИ будут обучены, как правильно понимать стратегию государственной национальной политики Российской Федерации, тогда они среди своих коллективов выберут именно тех, кому интересно это освещать. Выступление каждого докладчика записывали в протокол. На их основании Комиссия по вопросам информационного сопровождения национальной политики разработает программу, в которую войдут наиболее эффективные предложения, поступившие от участников дискуссии. Мы должны анализировать, печатать в нашем журнале, в бюджетной комиссии, и сделать правильные выводы, поставлять, какие вопросы, какие программы, как мы будем реализовать, какой роль комиссия по информации, по междунациональному вопросу, который может оказать поддержку. По итогам круглого стола также было принято решение провести расширенное выездное совещание в Сочи. Оно будет проходить в течение трёх дней с 15 по 17 ноября. Для участия в дискуссии пригласят представителей СМИ со всей России. Ожидается, что на масштабное мероприятие приедут около 300 человек.